А теперь русские собираются выиграть эту войну. Но прелесть в том, что русские хотят этой войны, потому что они не мстительны. Они не стремятся к мировому господству. Они стремятся к региональной стабильности. Они стремятся к тому, чтобы России было позволено быть Россией и чтобы ее оставили в покое в мире. Однажды русские распрягут этих лошадей и отпустят их, чтобы они стали русскими лошадьми, живущими в этой большой старой стране под названием Россия, и это ермо, которое у них было. Это ермо войны, будет отложено в сторону и сгниет. Оно развалится, потому что русские не верят в поддержание военно-промышленного комплекса, который может существовать, только постоянно разжигая войны по всему миру. Это американская система. Нам нужна война. Российской системе не нужна война. Российская система не хочет войны. И именно поэтому я не слишком расстроен из-за победы русских. Как американец, ты знаешь, что обычно ты бы сказал. Знаешь, я не обязательно согласен со своим правительством, но человек, которого избили. Это нехорошо. Я не хочу, чтобы меня избили. Если ты собираешься быть избитым кем-то, будь избит русскими, потому что русские, в конце концов, не собираются ставить свой сапог тебе на шею. Они просто хотят жить в мире. И я думаю, что именно это и произойдет здесь. Спасибо тебе, Скотт. У нас есть время еще на два вопроса. Абсолютно. Абсолютно. Итак, здесь на самом деле из того, что ты говорил, ты сделал идеальный переход к обоим моим вопросам. И теперь я снова в затруднении, какой из них мне следует задать тебе первым. Поедем в Газу или в Бриксы? Давай. Придерживайся Бриксов, потому что это связано, а затем мы сможем перейти к Газе в конце. Поехали в Газу. У меня недавно был прямой эфир, Скотт, несколько дней назад. И это был круглый стол с Ларри Джонсоном и Пепе Эскобаром. И когда мы просматривали комментарии к текущим событиям, я сказала, что на самом деле сказал Пепе, что нападение на Иран было на самом деле нападением на кирпичи. И поскольку, конечно же, я не эксперт, но я смотрю на карту сегодня и говорю себе, хорошо, давай посмотрим на страны, которые на данный момент уже являются частью Брикс. Итак, как мы знаем, это Бразилия, как и Россия, как Индия, как Китай, как Южная Африка. И у нас также есть Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Так вот, я тут подумала, что мы собираемся использовать Украину, чтобы настроить ее против России. Мы собираемся использовать Тайвань и Филиппины, чтобы настроить их против Китая. Мы собираемся использовать Израиль, чтобы настроить его против Ирана. И очень скоро Аргентина создаст абсолютное безумие. Я имею в виду ни страну, ни народ, а определенных людей и правительства. И это будет обращено против Южной Америки, особенно против Бразилии. Разве я не права в своем мышлении? Нет, я имею в виду, что у меня нет никаких сомнений в том, что на заседаниях Совета национальной безопасности Соединенных Штатов обсуждаются вопросы о том, как нам стабилизировать мир. С американской точки зрения мир сошел с ума. Он вышел из-под контроля. Почему мир этого не понимает? У нас есть основанный на правилах международный порядок. Это работает. До тех пор, пока все готовы делать то, что мы им говорим, мы счастливы, и ты тоже должен быть счастлив. Потому что если Америка счастлива, то мы исключительная нация. Ты же знаешь, что мы незаменимы. Ты не можешь жить без населения. Так почему же ты пытаешься жить без нас? Видишь ли, мы сердимся, когда мир говорит, что нам не нравятся ваши правила. Мы не хотим играть в вашу игру. Мы уходим. Так что мы остались на поле на стадионе, который мы построили, с мячом, с которым никто не хочет играть. Так что нам нужно вернуть их обратно. И мы не можем сделать это с помощью слов, потому что Америка больше не знает, как говорить здравым смыслом. Мы давно отказались от дипломатии. И сегодня я имею в виду, что государственный департамент — это просто отдел по связям с общественностью, ты знаешь. Расширение департамента обороны или других инструментов принуждения, которые мы используем в департаменте казначейства. Я имею в виду, что же делал Блинкен в Китае. Ты знаешь, он был там не для того, чтобы заключить мир. Он говорил, либо делай по-нашему, либо мы ведем против тебя финансовые санкции. Мы угрожаем, угрожаем, угрожаем и используем все это снова. Вот почему у нас есть авианосные боевые группы. Они там не для того, чтобы принести мир. Они там для того, чтобы напугать людей, чтобы запугать людей, чтобы сказать, что у Америки за океаном есть авианосец, полный самолетов, которые могут прилететь и разбомбить вас до каменного века, если вы не сделаете то, что мы хотим, чтобы вы сделали. А затем работа ЦРУ заключается в том, чтобы буквально пойти и разжечь беспорядки, ослабить противников и продвигать население. Так что у меня нет никаких сомнений в том, что мы работаем рука об руку с Малайзией и Аргентиной, чтобы создать нестабильность на южноамериканском континенте. Особенно нацелившись, ты знаешь, не только на Бразилию, хотя это самая большая, пчела в улье, это Бразилия. Эквадор хочет присоединиться. Мы не можем допустить, чтобы это произошло, поэтому мы должны свергнуть Эквадор. Не дай бог чилийцы когда-нибудь решат, что они тоже хотят присоединиться к Бриксу. Мы должны свергнуть Чили. Нет, вот что мы делаем. Колумбия. Мы никогда не помогаем людям. Давайте посмотрим на Африку. Южная Африка, конечно же, является буквой С в Бриксе, и они являются крупным игроком. Но вы знаете, что на Африканском континенте, я думаю, что любой стоящий экономист скажет вам, что Африканский континент это континент будущего роста. Я имею в виду, что одна только численность населения говорит о том, что именно здесь будет самый большой потенциал, самый большой потенциал для роста. Сейчас на Африканском континенте доминировал колониализм, в основном европейский колониализм, в течение последних двух столетий. Теперь мы, вы знаете, мы избавились от европейского колониального господства, но мы этого не сделали. Например, у французов есть огромное присутствие в Африке, постколониальное присутствие, которое определяется французским контролем над экономикой. Есть африканский франк, который французы ввели, чтобы гарантировать, что они отвечают за денежно-кредитную политику. Вы знаете, почти не половины, но может быть третьей части Африки. Безопасность связана с французскими вооруженными силами, а теперь и с американскими вооруженными силами. Политически французы владеют всеми политиками, постколониальными политиками, но не больше. Один за другим они просто решили, что мы больше не хотим играть в эту игру. И они провозглашают независимость от Франции. Это делается, как правило, путем военного переворота, но не исключительно так. Мы только что видели, как Сенегал провел демократические выборы, свергнув про французского президента и приведя к власти кого-то, кто больше связан с альянсом государств Сахеля. Это Мали, Буркино, Фасо, Нигер. Они провозгласили независимость, совершив перевороты, которые выгнали французов и пригласили русских. Но видишь ли, русские являются лицом этой безопасности. Они также привлекают китайцев с помощью инициативы «Один пояс, один путь». Китайцы присутствуют там экономически, и происходят удивительные вещи. Приведу тебе пример. В Нигере, как ты знаешь, у них есть нефть, у них есть возможность добывать нефть. Но французы никогда не были заинтересованы в том, чтобы позволить им полностью развить этот потенциал. Китайцы пришли и заговорили о строительстве трубопровода, соединяющего Ниссер с Бениным, у которого есть порт, откуда ни. Нефть могла бы экспортироваться. Но французы были против этого. Экаос пригрозил санкциями, Соединенные Штаты пригрозили санкциями, но Нигер сделал это. И сегодня мы говорим об экспорте 110 баррелей в день. Сейчас, по большому счету, это ничего не значит. Но для такой бедной страны, как Нигер, внезапно получить приток нефти, денег и всего того, что они могут сделать. Они начнут заботиться о своем народе так, как никогда не делали этого, когда французы были у власти. Молли, ты знаешь, многие люди не осознают, что Молли была подавлена и сделана нестабильной из-за того, что есть люди, называемые туарегами, и я сейчас говорю очень просто. Но это своего рода кочевой народ Сахары в Сахиле. И они не знают национальных границ, а это означает, что туареги есть повсюду. Много туарегов в Молли, много туарегов в Нигере и Нигере. Ну, это урановые рудники на севере Нигера, откуда французы получали уран для своей ядерной программы. Они платили гроши по сравнению с тем, что должны были платить. Теперь Нигер сказал, что вы должны платить нам полную цену. Франция не хотела этого делать, но это часть экономического возрождения Нигера. Но французы, чтобы сохранить контроль над этой территорией, сказали туарегам, людям, которые хотели независимости, что они могут отправиться в Мали, и захватить значительную часть малийской территории, включая крупный город, который стал их фактической столицей, и что это может стать их собственной независимой территорией. И не волнуйся, мы не допустим, чтобы что-то случилось. И они не позволили бы правительству Мали вернуть его. Они связали руки правительству Мали, и правительство Мали говорит, что это наша суверенная территория. Ты не можешь этого сделать. Ты не можешь прийти и диктовать такие решения, как это. Итак, французы были изгнаны. Пришли русские. Первый — это Вагнер. Теперь они называют себя африканским корпусом. Одна из первых вещей, которые Вагнер сделал, чтобы вернуть этот город правительству Мали, позволил Мали восстановить суверенный контроль над своей территорией. Теперь все кричат, о, Вагнер совершает военные преступления и зверства. Нет, это не так. Это тяжелая борьба с повстанцами. Но впервые правительство Мали может сказать, что мы контролируем нашу страну и привносим стабильность в нашу страну. И теперь, когда у вас есть стабильный ниггер, который приносит деньги, которые теперь могут предоставлять услуги этим кочевым людям и заставить их сказать, «Эй, это хорошая вещь, чтобы быть на одной стороне с этим правительством сейчас». Уровень насилия снижается, поддержка джихадистских групп рассеивается. У русских и китайцев на самом деле есть план, который гласит, что продвигая свою независимость и свое экономическое здоровье, «Вы становитесь более стабильными и безопасными, и становитесь лучшими деловыми партнерами для нас, которые не стремятся к постоянной войне». «Мы хотим постоянного мира». Буркина Фасо, их выскочка капитан, лидер хунты, в прошлом году отправился в Санкт-Петербург и встретился с Владимиром Путиным. Это довольно любопытная встреча, потому что он ни с кем не здоровается за руку. Его фишка — это стук кулаками. Вышел Владимир Путин, и он пожал ему руку в знак уважения. Но он сидел там, и я помню, как наблюдал за этим, и он сказал, «Нам нужен ядерный реактор». И я такой, «Боже мой, зачем тебе приходить и говорить Владимиру Путину, что тебе нужен ядерный реактор? Это довольно амбициозно с твоей стороны». И русские, и Владимир сказали, что мы подумаем об этом. И русский вернулся и сказал, «Да, мы собираемся построить вам ядерный реактор». Россия собирается построить ядерный реактор в Буркина Фасо. Почему? Ну, потому что если вы построите этот ядерный реактор, вы теперь сможете электрифицировать части Буркина Фасо, куда электричество никогда не доходило. И когда вы начинаете электрифицировать что-то, происходят удивительные вещи. Жизнь оживает. Все это должно ожить. Они станут независимыми. Они построят средний класс. Все те вещи, которые, как мы утверждаем, необходимы для жизнеспособной демократии, в которых мы им отказывали. Мы были там, Америка, Франция были там в течение десятилетий, и мы отказывали им в этом. Мы не принесли ничего, кроме нищеты, войн, разрушений за трехлетний период. За три года Россия и Китай изменили всю эту область. Африка станет двигателем кирпичей. Соединенные Штаты не справятся с этим. Это прямая угроза нам, но нас как бы вытеснили из этой области. Но смотри, мы собираемся создать проблемы. Посмотри на Марокко, посмотри, что мы делаем в Марокко. Мы собираемся создать много проблем в отношениях Марокко с Алжиром, потому что Алжир тяготеет к альянсу государств Сахеля. Чад станет следующим полем битвы, потому что в Чаде приближаются выборы, и они, вероятно, выберут человека, который скажет, Франция, если вы отправитесь в поход, последний французский бастион на распродаже исчезнет. И они смотрят на русских, китайцев, Мали и Нигер, и все они говорят, что это именно то, чего мы хотим. Сенегал мог бы присоединиться, Бенин уже склоняется в этом направлении, но суд Соединенных Штатов должен создать проблемы. То же самое происходит с Индией, Бразилией, Россией, Индией, Китаем, Южной Африкой. Индийцы, однако, не спешат присоединяться к кирпичам, потому что мы продолжаем пытаться их оттеснить. Мы продолжаем говорить «нет, вы часть Запада», и поэтому Индия пытается оседлать наших друзей. Индии нужно быть осторожны, потому что, если они будут продолжать играть в эту игру слишком долго, Вы знаете, Индия скажет, что мы не занимаемся расширением кирпичей, потому что мы думаем, что это то, когда все перейдет под контроль Китая. Ну что же, в этом году у власти в Индии стоят русские, и Россия собирается провести саммит по кирпичам, на котором они будут говорить о расширении. И кирпичи могут стать не кирпичами с прицелом, а просто кирпичами, потому что это может заставить индейцев уйти. Если вы хотите идти на Запад, идите. Но это все равно, что покупать билет на Титаник, зная, что он столкнется с айсбергом. Но если это то, чего вы хотите, делайте это. Вы обязательно вернетесь. Все возвращаются. Весь мир переходит на кирпичи, потому что кирпичи — это будущее. Продолжайте в том же духе. Тогда внимание будет приковано к Ирану. Ну что же, Иран уже там. Они помнят, что Саудовская Аравия является членом организации, и именно в этом и заключалась вся атака на Иран. За этим стояли израильтяне. Ты же знаешь, что Соединенные Штаты как бы вышли из игры на последнем втором этапе. Мы говорили, что на самом деле мы не хотим этой войны, потому что это глупая война. Но израильтяне и индийцы, вот где индийцы, я не понимаю их сегодня. Там была встреча, на которой я услышал, как индийский чиновник-интеллектуал сказал, что экономический коридор между Индией и Ближним Востоком по-прежнему остается одним из наших главных приоритетов, включая работу с Израилем. Я такой, ты что, действительно такой безмозглый? С Израилем покончено. То, что происходит в секторе Газа, уничтожило доверие к Израилю. На этой неделе может быть предъявлено обвинение Международным уголовным судом Нетаньяху, Галанту и начальнику штаба. Ни одна нация не переживет этого. Израиль находится на грани краха, и все же вы говорите, что хотите чего-то, что основано на нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Именно в этом и заключалась цель нападения на Иран, создать этот разрыв, заставить Саудовскую Аравию и Иран начать пересматривать друг друга как врагов, как региональных противников. Вместо того, чтобы работать вместе под эгидой кирпичей, чтобы создать систему мира и гармонии экономического процветания. К счастью, иранцы и саудовцы сказали, эй, мы не собираемся отступать, хорошо. Давайте покончим с этим делом, и давайте встретимся в Казани в октябре, и поговорим о том, как мы собираемся превратить мир в эту замечательную вещь, где наша нефть действительно обогащает нас вместе. Ты же знаешь. Но Индия, они как бы похожи на доктора Джекила и мистера Хайда. Они очень хотят быть Китаем. Они хотели бы, чтобы они были мировой державой, которой является Китай, но они не собираются этого делать, и они никогда этого не сделают. У них есть амбициозные программы по увеличению ВВП до 24 триллионов долларов в будущем. Но вы не собираетесь делать это самостоятельно, Индия. И ты не собираешься делать это с Западом. Запад — это гигантский якорь на вашей шее, который тянет вас назад. Когда Америка говорит, что мы здесь ради вас, они здесь не ради Индии. Они здесь, чтобы использовать Индию, чтобы обрушить кирпичи. В этом и заключается вся идея — превратить Индию в гигантскую отравленную пилюлю, чтобы обрушить кирпичи. Индийцы этого не понимают. Они думают, что могут играть в обе игры. Они недостаточно сильны, чтобы сделать это. У них недостаточно экономического влияния. Индийское влияние на глобальные цепочки поставок далеко от того, что есть у Китая, и Индия неправильно истолковала то, что сделал Китай. Они говорят, что Китай окружает нас. Нет, Китай просто ведет бизнес со всем миром. Почему Индия никогда не думала, что Соединенные Штаты окружают ее? Потому что Соединенные Штаты окружили ее. И Соединенные Штаты имеют враждебные намерения в отношении Индии. Потому что если Индия не сделает то, что мы хотим, мы ведем против них санкции. Мы уже пригрозили им санкциями. Почему индийцы думают, что мы их друзья? Мы ими не являемся. Мы здесь только для того, чтобы использовать вас, Индия. И это реальность. Так что эта атака на Иран была определенно атакой на кирпичи и неотъемлемой частью великой американской стратегии создания беспорядков по всему миру. Но дело в том, что по мере того, как мы говорим, все больше и больше стран внедряют приложения в кирпичи. Это, как ты знаешь, та команда, которой тяготеет весь мир, и Соединенные Штаты снова смотрят на пустой стадион, и никто больше не хочет играть с нами в мяч. Так что, Скотт, в этом я возлагаю надежду на то, что будет больше стран, которые будут выступать за экономический рост, мир и стабильность, чем за войну. То, что ты только что сказал. И на это я возлагаю свою надежду. Да, я тоже. И опять же, это одна из главных причин, почему ты знаешь, я был и имею в виду, что я снова хочу быть в будущем. Я бы хотел оказаться в ситуации, когда мне никогда не придется спасать имя Владимира Путина. Вместо этого я бы произносил имя американского президента. Я бы сказал, что вы знаете президент Робертсон, вы знаете, что мир должен смотреть на президента Робертсона как на лидера. У президента Робинсона есть план. План Робинсона говорит о создании богатства и возможностей, вы знаете о разделении ответственности. Президент Робинсон хочет вдохнуть актуальность в организацию объединенных наций. Президента Робинсона не существует и никогда не будет существовать в ближайшем будущем, потому что Америка в корне сломлена. И все, что мы даем миру сейчас, это Байден или Трамп, с РФ к младшим посередине. Что некоторым людям могло бы показаться привлекательным, если бы он не был сторонником геноцида в секторе газа. Так что он такой же. Он такой же, как и все остальные. У него нет разумной китайской политики. Он говорит правильные вещи о России, но действительно ли он в это верит? Потому что если копнуть поглубже, выяснится, что к России тоже много претензий. Потому что в конце концов он американский президент. А американский президент это тот, кто стремится сохранить доминирующее положение Америки в мире. Американские президенты не могут стать президентами, если они не верят в американское доминирование. Потому что американский народ запрограммирован только на то, чтобы принимать доминирующую Америку. Как только вы приходите и начинаете говорить здравый смысл, говоря, что мы должны научиться жить в мире как равные, американцы не хотят быть равными никому. Мы исключительная нация. Манифест судьбы. Бог сделал нас избранными, прикоснулся к нам, чтобы мы могли управлять миром. Вот почему мы расширились по всему континенту. Вот почему мы расширились по Тихому океану. Вот почему мы продолжаем выполнять нашу миссионерскую работу в мире сегодня, потому что так нас создал Бог, и Ему мы доверяем. Предполагается, что у нас не должно быть государственной церкви, но Америка сама по себе является государственной церковью. Я имею в виду, что контроль христианских евангелистов, контроль сионистов, которые связаны с христианскими евангелистами, реален. И вот почему я продолжаю использовать имя Путина. Не потому, что, знаете ли, мне за это платят, не потому, что, знаете ли, я ненавижу свою страну, но я люблю мир. Я люблю концепцию мира. Я люблю идею о том, что люди не просыпаются и не идут на войну. И есть один лидер, и я смотрю на него и говорю, черт возьми, он хочет мира. Он действительно хочет мира. Он хочет мира и процветания. И все, что тебе нужно сделать, это посмотреть на то, что он сделал с Чечней. Я бы хотел, чтобы больше людей изучали чеченский конфликт, его корни и решения. Владимир Путин сел за стол переговоров с Ахматом Кадыровым, и они изо всех сил пытались придумать эту схему, которая положила конец этой ужасной войне. Такой ужасной, которая принесла мир и процветание. Идеально ли Чечня? Такого понятия как идеальное место не существует. Но если посмотреть на разницу между тем, чем была Чечня в 2002 году, когда город Грозный выглядел как Сталинград, и тем, чем он является сегодня, когда город Грозный. Это современное, оживленное место, где русские и чеченцы живут вместе в мире и гармонии. Я путешествовал по всей Чечне, я ездил туда и вижу только людей, которые счастливы быть частью Российской Федерации, но гордятся тем, что они чеченцы. А это означает, что они никогда ни от чего не отказывались. Они никогда не отказывались от своей религии. Они никогда не отказывались от своего языка. Они никогда не отказывались от своей культурной идентичности. Это их гордость, но они являются частью этой более широкой схемы, потому что это приносит им мир и экономическое процветание. И тот парень, который это сделал, один из двух, это был Владимир Путин и Ахмад Кадыров. Ахмад Кадыров мертв. К сожалению, он был убит людьми, которые не верили в эту концепцию мира. Он был назначен своим сыном Рамзаном Кадыровым, который продолжил традицию своего отца. И именно поэтому Чечня такая, какая она есть. Неужели кто-то собирается сидеть здесь и выискивать дыры в этом и говорить то одно, то другое? Конечно, они есть. Но, как я уже сказал о Владимире Путине и попытке вытащить Россию из десятилетия 1990-х годов, вы не можете попасть из ада в рай мгновенно. Вы знаете, что должно произойти много отсеивания грешников. В Чечне все еще происходит отсеивание грешников, которые должны произойти. Там все еще происходят кое-какие события. Ты же знаешь, что в некоторых частях Чечни все еще происходят вспышки насилия, поскольку люди продолжают выступать против этого видения мира. Но в целом Чечня это страна, которая работает на благо чеченского народа. Она работает на благо российского народа. И откровенно говоря, в конце концов, разве это не все, что имеет значение? Тот факт, что Чечня не работает на благо Америки, она не работает на благо Европы. Это не их проблема. Им все равно. Они не теряют ни минуты сна из-за того, что Европейский Союз не собирается приглашать их в ближайшее время. Или если Соединенные Штаты этого не сделают, ты откроешь Чечено-Американское общество дружбы. Чеченцам все равно. Хотят ли они дружить с Америкой? Посмотри на то, как они относятся ко мне. Они относились ко мне только с уважением и любовью. Почему? Потому что я проявляю к ним уважение и любовь. И когда ты проявляешь это к чеченскому народу, они отвечают тем же. Ты относишься к ним с уважением, они относятся к тебе с уважением. Они не ненавидят американцев. Они не ненавидят Америку. Им не нравится американское правительство. Но можно ли винить их в этом? Потому что они знают правду о том, что ЦРУ пыталась сделать в 1990-х и 200-х годах. Они знают, что ЦРУ делала с точки зрения привлечения этих внешних джихадистов в Чечню. И они знают цену, которую они заплатили, с точки зрения потерянных жизней, деревень, похороненных детей. Как я уже говорил, русские женщины сегодня плачут, когда говорят о чеченских матерях, хоронящих своих детей, и чеченские матери плачут о русских женщинах, хоронящих своих детей. Потому что это общая боль. Они любят друг друга. Они одинаковы в том, во что они верят. И человек, который сделал это возможным, это Владимир Путин. Так что да, я буду часто произносить его имя. И пока кто-нибудь не придумает имя получше, я буду продолжать произносить его имя. Не потому что меня купили и за меня заплатили, а потому что он единственный, у кого есть жизнеспособный план мирного урегулирования. У Макрона его нет, у Рики Сунака его нет, у Джастина Трюдо его точно нет. Вы знаете, у Шульца в Германии его нет, у Байдена его нет, у Трампа его нет, у Кеннеди его нет. Какое имя вы хотите, чтобы я произнес? Все эти люди, которые говорят «Стоп, ты Путин, это то и так далее, назовите мне другое имя». «Дайте мне другую программу, дайте мне что-нибудь, за что я смогу ухватиться, и я буду продвигать это». Но до тех пор, пока вы этого не сделаете, а этого не произойдет, единственным человеком на мировой арене будет Владимир Путин. И это неплохой план. Вы знаете, дело в том, что я не возражаю продвигать российский план, потому что в конце концов, лично я считаю, что это не причинит вреда Америке.